МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, всероссийская перепись населения для чего важна? Важна для того, чтобы узнать, какое количество населения у нас в стране проживает, в каких условиях, какая у них структура образования, национальность, языки. Ну и для того, чтобы эти данные потом помогли нашему государству принять соответствующие решения в демографическом, экономическом плане и так далее. Программы разные принимаются стратегические. В этом году ее проведение усовершенствовалось. Я правильно понимаю, что с прошлого раза, с 2010 года, изменились моменты проведения? Расскажите о них. Ну, основное изменение это касается как раз, скажем, опроса населения. Если раньше традиционным способом было переписчик приходил к жителям и спрашивал в соответствии программы переписи, то сейчас традиционный способ тоже остается, но плюсом еще идет, жители могут самостоятельно на вопросы отвечать через интернет, то есть через госуслуги. Соответственно, могут они отвечать любое время, удобное им время, через смартфоны, через персональный компьютер, могут прийти многофункциональные центры, мои документы там могут пройти, то есть новшества. И плюс к тому, что цифровизация же прошла, и данные, которые будут введены, я забыл сказать, что переписчики будут опрос проводить сейчас у нас планшетными компьютерами, соответственно, сроки обработки данных сократятся намного. Ну, потому что раньше это все вручную, конечно, пересчитывалось, сейчас все компьютеризировано. Как раз-таки давайте напомним о времени проведения, вы сказали, что жители могут страны поучаствовать в любое время. Это когда? Перепись у нас начнется с 15 октября по 14 ноября. То есть фактически целый месяц. Да, целый месяц. В принципе, любой момент имеется в виду, что вот в этот период любой житель может через госуслуги пройти опрос, так скажем. Скажите, кто должен поучаствовать в переписи, или кто может поучаствовать в переписи населения? В переписи будут участвовать всех. Всех будем учитывать. Это жители нашей страны, и те граждане, не граждане, скажем так, иностранных государств, ну и лица без гражданства, так скажем. Которые пребывают на территории России в этот самый момент. Скажите, люди, которые как раз-таки занимаются этой переписью, набор переписчиков, он уже идет? Набор переписчиков идет. Можно сейчас даже записаться, если у кого есть желающие поучаствовать. Набор, конечно, мы начали еще давно. Были составлены желающих списки. На данный момент у нас идет процесс заключения контрактов с этими людьми. Вот. То есть идет полным ходом сейчас. Скажите, какие вопросы будут задавать переписчики, гражданам? Жителям нашей страны будут заданы 33 вопроса. 23 вопроса и о том, что про себя, так скажем, в каких условиях проживает, источники дохода, образование, пол, возраст, какими языками владеют и так далее. И еще один блок, так скажем, это форма по у нас. Это там будет 10 вопросов, в котором будут указаться, в каких условиях живут. Дом, постройка, в каком году построен дом, какие условия, благоустройство. Но на странном гражданам 7 вопросов будут заданы. Это в основном цель приезда и на какой срок приехал. Нужно ли будет предоставлять документ, удостоверяющий личность? Документ, удостоверяющий личность, не понадобится. Это даже и, как бы скажем, запрещено переписчикам. Только будут спрашивать, как зовут. Для того, чтобы двойного учета не было. Но причем хочу уверить, что эти данные в переписной материал не будут входить. Это отдельным списком идет, служебная информация, так скажем. И она никуда дальше не идет, для того, чтобы только понять, кто проживает, и двойной учет не было. И последний вопрос. Когда появятся результаты переписи? Результаты переписи появятся в апреле месяце первоначальные. Предварительные данные, так скажем. Окончательные уже в конце 2022 года. То есть в апреле 2022 будут предварительные данные, а в конце года уже полный. Результаты. Большое спасибо вам, Валерий Михайлович, что пришли, что рассказали. Я думаю, многие сейчас для себя что-то новое уяснили. Будем надеяться, что все ответственно подойдут к заданию и поучаствуют в переписи. Я тоже надеюсь на это. Хорошего дня вам. С гостем прощаемся. С вами увидимся совсем скоро. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok